На этой неделе нам не удалось выдерживать высокие темпы уборочных работ из-за дождливой погоды. Интенсивность осадков была очень контрастная, даже вот среди районов соседей. Но они были, кстати, не только для поздних яровых, зерновых, кормовых, картофля и сахарных свекл, также и для подготовки почвы под озимые урожая Нового года. Погода. Определенные беспокойства вызывают районы, вот на экране Бугульма, тем более сравнивая с соседями, два раза темпа ниже Менделеевск, Елабуга, Пестрицы, Рыбны, Слобода и Мензелинск, где темпа ниже Среднереспубликанский и, соответственно, у них еще стоят на полях неубранные озимые. Текущая погода, безусловно, значительно усложнит им уборку. На полях, как на дрожжах, пойдут сорняки. Погода и влага располагают к этому, это уже будут и другие темпы и, соответственно, и потери. По мере возможности даже влажное зерно, мы считаем, надо убирать, не останавливаясь, не дожидаясь базисной влажности на корню, чтобы максимально уменьшить площади на сентябрьскую уборку. Тем более, многие хозяйства имеют и собственные сушильные комплексы, да еще и хлебоприемные предприятия, также работают в круглосуточном режиме. По Российской Федерации у нас на 9 августа зерновые обмолочены на площади около 40% пассивных площадей, с намолотом 60 миллионов тонн. Урожайность около 33 центнеров с гектара. Конечно, эта урожайность еще будет продолжать падать, поскольку юг завершает уборку, центральная Россия завершает, а уже по другим округам урожайность она достаточно скромная. И сегодня 8,6 центнера на гектар урожайность идет меньше, чем в прошлом году. Нетрудно догадаться, какой примерно прогноз валового сбора по стране, если его умножить примерно на 50. 50 миллионов гектаров зерновых около. За неделю урожайность по Российской Федерации снизилась на 3,2 центнера. Это связано, это обуславливает и формирование текущих цен на зерно, собранные вот с регионов информации на экране. Динамика положительнее в сентябре, надеемся, они будут гораздо привлекательнее, чем в 2017 году. Поэтому массовой продажи зерна пока торопиться не рекомендуем. Продолжение следует...